МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Сколько стоит похудеть? В России это около 3 тысяч рублей за килограмм. Столько в среднем стоят услуги диетологов, хирургов и тренеров. Косметическая и фармацевтическая индустрии не просто живут за счет наших психологических комплексов. Они вкладывают миллионы для того, чтобы эти комплексы создать. Кто и с какой целью объявил худощавое тело недостижимым идеалом красоты для взрослых людей? А жировые отложения возвел в ранг болезни. Супермодели. Воздушные, почти невесомые девушки. А это Твигги. Она же Лесли Хорнби. Ее называют первой супермоделью 20 века. Худенькая девочка-тростинка с огромными глазами покорила мир в 60-е годы прошлого столетия. Девушки всей Земли и сегодня мечтают быть такими, как она. И доводят себя диетами до полного истощения. В эту ловушку попала и Настя Кавригина, студентка из Красноярска. Молодой человек обронил фразу, сказал, что он любит анарктических девушек. И вот тут у меня свернуло голову, и я начала худеть стремительно. Мне казалось, что я очень толстая, 38 килограмм. Она вернулась к нормальной жизни лишь благодаря стараниям родных. А потом решила исследовать вопрос повального увлечения худобой. И пришла к удивительным выводам. В фэшн-индустрии очень много дизайнеров на традиционной ориентации. Естественно, они девушек подгоняют под стандарт мальчиков. Я разговаривала с директором модельного агентства, которая подтвердила мне эту информацию. А теперь посмотрите на первую фотосессию Твигги. На многих снимках действительно не очень понятно, какого пола существо перед вами. Мало кто знает. Карьера этой звезды закончилась в 21 год. Как только девочка-подросток превратилась в женщину. Дизайнеры и модельеры по-прежнему внушают нам. Гладкие полуобнажённые модели и актёры – вот идеал, к которому нужно стремиться. Жировые отложения объявлены болезнью. Но что скажут врачи? Целлюлит – это норма. Норма любой женщины. И в старину считалось, что если у женщины нет целлюлита, но это раньше по-другому называлось, то эта женщина не способна рожать нормальных детей. Это нормальное совершенно состояние женщины, когда у неё появляется целлюлит. То, что косметологи называют целлюлитом – вторичный женский половой признак. Жировая ткань, защищающая мать и её потомство, устроена именно так – в виде апельсиновой корки. Последние полвека женщины всё больше обнажаются – бикини, мини-юбки, шорты. Веками до этого целлюлит скрывала одежда. Культура женского тела, она создавалась в разных цивилизациях веками. Как и в восточной культуре, где-нибудь на Таите и в древнерусских селениях всегда любили женщину в теле. Если девушка была таща, худа, её откармливали специально блинами с маслом, чтобы она приобрела, наконец, те формы, которые нужны для того, чтобы счастливо и успешно выдать её замок. Худоба прочно ассоциируется в мужском сознании с молодостью. Иметь рядом худую и молодую спутницу – вопрос престижа. Хотя ещё сто лет назад всё было ровно наоборот. Пышная, дородная жена символизировала достаток мужа и хорошие, гармоничные отношения в семье. То есть поговорка, что 50% мужчин любят полных женщин, а 50% это скрывают, не лишена оснований. Как утверждают сексологи, женщины в теле гораздо темпераментнее худышек. Они быстро заводятся, они легко достаточно достигают оргазма. Их может удовлетворить мужчина с не очень-то прямо великими способностями в сексе. Тогда как для двухметровой худой фотомодели, вы понимаете, нужно приложить какие-то нереальные старания и усилия, чтобы там что-то где-то разбудить и довести её. Но модельный бизнес – лишь часть огромной системы по выкачке денег из доверчивого потребителя. Куда большую роль здесь играют пищевые корпорации и созданные ими мифы. Нас уже приучили к тому, что жир во всех его проявлениях – настоящее зло. Он источник тех самых лишних калорий, которые мы упорно считаем с 70-х годов прошлого века. Но так ли это на самом деле? И можно ли похудеть, исключив жир из рациона? Это знаменитый французский диетолог Пьер Дюкан. Его система похудения обрела сотни тысяч последователей по всему миру. Только с нашей программы эксперт делится удивительной информацией. Оказывается, человечество толстеет лишь последние 70 лет. До этого всё было в пределах нормы. До 1944-го не было даже такого количества полных людей, чтобы вести по ним статистику. Таким образом, излишек веса в мире существует с 1944-го года. И сегодня это полтора миллиарда полных. Но почему так произошло? Неужели всему виной прогресс? Генетика не изменилась, привычки не изменились. Пищевые корпорации заставляют нас потреблять еду с излишком вредных сахаров и жиров. Принято считать, что жир в человеческом организме накапливается из-за потребления определенных продуктов. И хотя содержание жира в свиной отбивной и стейке сёмги может быть одинаковым, первая вредна, а второй полезен. Парадокс и не единственный. Известный диетолог Алексей Ковальков несколько лет назад сбросил треть собственного веса. Он не делит жиры на хорошие и плохие. И напоминает, жирные кислоты омега-3, те, которыми так богата красная рыба, усваиваются организмом только в определенных сочетаниях с другими продуктами. Если просто банально есть, например, красную рыбу, думаешь, что оттуда усвоится. Они не усвоятся. Но если вы зальёте её подсолнечным маслом, положите на чёрный хлебушек, потому что необходим инсулин, который выделится на углеводы, как транспортная система. Тогда это всё сработает. Неужели многочисленные системы раздельного питания попросту лишают наш организм продуктов, необходимых для жизнедеятельности? Жиры – это важная составляющая пищи, энергетический источник и растворитель для витаминов. Французский диетолог Бьер Дюкан рассказывает, враг стройности номер один вовсе не жир, а сахар. Жир – это не враг. Проблема жиров лишь в том, что они богаты калориями. Но это менее опасно, чем сахар. Хотя я согласен со многими своими коллегами в том, что есть хорошие и плохие жиры. Те, что животного происхождения, засоряют артерии. Рыбные жиры или жиры масел, орехов и так далее артерии очищают. Диета француза Бьера Дюкана получила мировую известность в 2000 году. Американский рынок молниеносно отреагировал на повальный отказ потребителей от сахара. Вновь пошли вверх продажи так называемых диетических продуктов и напитков. Последний, как правило, содержит сахарозаменитель аспартам. Аспартам или Е951 – химический сахарозаменитель. Он в 200 раз слаще сахара. По некоторым данным, длительное использование аспартама может вызвать головную боль, аллергию, депрессию, бессонницу и даже рак мозга. Маргарита Королёва – персональный диетолог многих эстрадных звёзд. Она предупреждает – исключение жира из рациона в погоне за красотой приведёт к быстрому старению организма. При непоступлении жиров организм истощается. Да, безусловно, человек будет худеть, но будут страдать все функции, обусловленные недостатком или отсутствием жиров в составе пищи. Это не только истощение физическое, это нарушение репродуктивной функции, это высушивание кожи, это когнитивные функции – слух, память, зрение. Певица Корнелия Манго просто не может исключить сахар. Жизнь без шоколадки и тортика для неё невозможна. Ежедневная реальность артистки – борьба с лишними килограммами. Но и для сластён нашёлся способ похудеть. Расставшись с молодым человеком, девушка твёрдо решила сбросить вес. Но только под наблюдением специалиста-диетолога. Советы врача удивили. Ничего не исключаем из обычного рациона. Только сокращаем порции и двигаемся. Ну, я весила 118. Это было очень много. А сейчас я вешу 85. Это получается 33. Ну, где-то так. Ну, только ещё самое главное же удержать, что очень сложно. Конечно же, как только я понимаю, что прибавила 2-3 килограмма, это звонок. Всё! Пока диетологи и их пациенты ломают копья на тему, чего бы ещё такого съесть, чтобы похудеть. Кажется, существует быстрый, но дорогой и рискованный способ похудеть раз и навсегда. И убрать ненавистный жир именно в тех местах, где его больше всего. Они называются жировыми ловушками. Их невозможно убрать ни физическими упражнениями, ни приёмом каких-то жиросжигающих препаратов, ни диетами. Они остаются, к сожалению. Поэтому в этом случае пациенты прибегают к помощи пластического хирурга. После липосакции излишки и складки в местах откачки жира больше не появятся. Это хорошая новость. Но есть и плохая. Жир найдёт в нашем организме другое убежище. И непонятно, где оно будет. Если человек продолжает набирать вес, оставшиеся клетки просто ещё более увеличиваются в объёме. Их количество остаётся постоянно. Людей умело запутывают различными системами питания, настойчиво лечат от целлюлита, продают чудодейственные таблетки и мази по баснословным ценам. И это всё не работает. Почему? Потому что на самом деле индустрия похудения обеспечивает лишь временный положительный эффект. И за счёт этого её клиентами становится огромное количество людей. Интересно, а есть ли те, кто не попался на этот крючок? Это Тимур Миронов. Солист популярной группы «Доктор Ватсон». Несколько лет назад он понял – все концертные костюмы стали ему малы. Худеть артист решил самостоятельно. Выбрал одну из самых экстремальных систем питания. Так называемую «кремлёвскую диету». Кремлёвская диета полностью исключает потребление простых углеводов – сахара, муки и круп. И снижает количество сложных – овощей и фруктов. Жиры и белки можно потреблять в любом количестве и в любое время суток. Получился неожиданный эффект. То есть я буквально через неделю посмотрю, у меня 4 килограмма нет. Через опять 4, 10 килограмм уже прошёл месяц. Через полтора месяца я потерял 16 килограмм. Но действительно ли «кремлёвка» – спасение для толстяков? Это жесточайшие диеты, дикие боли в ногах, иногда потери трудоспособности. Кремлёвская диета приводит к образованию уратных камней в почках в течение 2 месяцев. Любая диета, даже диета Аттинса, которая была в основе кремлёвской диеты, имеет лейбл, название. На кремлёвскую диету никто своей имени не наложил, ни один диетолог. Почему? Потому что никто не хочет нести ответственности за это. Известный советский терапевт Мануил Певзнер, автор системы лечебных диет, считал, что нижний предел потребления углеводов человеком – 250 граммов в день. От этой цифры до сих пор отталкивается вся российская диетология. А «кремлёвка» предлагает снизить это количество почти в 6 раз. При этом снижается иммунитет, при этом нарушается процесс пищеварения, при этом появляются недомогания, слабости. И всё, что сопровождает эту диету, человек радуется лишь тому, что стрелка весов динамично отклоняется влево. Но получает серьёзные при этом проблемы. Музыкант Тимур Миронов придерживается системы питания без мучного и сладкого уже 8 лет. Уверяет, самочувствие при этом потрясающее. Вот, допустим, я там раз в полгода обязательно прихожу, кровь издаю, показываюсь врачам. Но никаких таких отрицательных результатов пока у меня не было, даже во время этой диеты. Остаётся только порадоваться за артиста. Но как долго он сможет придерживаться этой системы питания? И чем ему придётся расплачиваться в итоге? В любом случае, Миронов ощущает себя победителем. А вот как чувствуют себя те, кто сидит на таблетках для похудения, пользуются дорогими кремами и по-прежнему уверен, что жир – это зло? Может ли в ближайшем будущем что-то измениться? В 2009 году учёные Университета Беркли из штата Калифорния выявили ген ожирения и фермент, который отключает этот ген. Лекарство от лишнего веса уже успешно прошло испытание на животных. Остаётся только гадать, сколько будет стоить чудо-препарат, способный решить проблемы полутора миллиардов человек. И если это не очередной рекламный трюк, то многочисленная армия борцов с лишними килограммами останется без работы. Что лично мне кажется маловероятным. Индустрия похудения просто не даст чудо-средству выйти на рынок. Бизнес есть бизнес. У нас работает собственный сайт. Его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Субтитры подогнали Симон. Продолжение следует...